так доброго времени суток друзья продолжаем смотреть wsl на связи world и сегодня мы смотрим группу d рост 16 первый матч у нас между сканом тираном и зергом да сиком играет он под такой под таким айди здесь я думаю что сканом многие знают это довольно известный тиран в особенно вне корейском комьюнити ну да не корейского все правильно сказал ну и в корейском последнее время он тоже становится достаточно известным потому что последнее время он в основном стриме только на африке тиви вот чаб нюда это зерк очень молодой зерк 98 года рождения если я не ошибаюсь и он как раз таки играл на последнем сезоне asl отобрался сначала он выиграл acs турнир для аматоров после чего отобрался и на основной турнир на asl ну и там достаточно неплохо сыграл в основном там завоза играл если мне не изменяет память в любом случае даже попасть в asl топ 24 это очень очень большое достижением и так со стеночки начинает у нас скан твз у нас на пяти и скан на 7 зерк для джаб нюда и там 12 х то идет от зерга также в этой группе у нас игроки дир про второго старкрафта и их юг про геймер уже первый старкрафт долгое время до сих пор играет в бывшем мембер команды скт т1 один из топ зерков скт т1 своего времени окей находят с первого раза зерк своего противника с помощью овера приезжает еще и дроном похарасить кто-то странное решение здесь было дроном приезжать я не совсем понял как он поехал зачем если овером уже нашел своего оппонента ну ладно немножко попугал скана не дал стенку вовремя поставить здесь лейер пошел уже кстати говоря стенка у скана какая-то немножко кривая кто-ли специально так поставил барак то ли случайно ну бараком надо на клеточку левее перелететь тогда стенка будет глухая наверное специально чтобы удобнее было выходить и заходить в стенку если ничего не предвещает беды вот а если бы там был какой-нибудь алын собаками или агрессивная ну любая агрессивная игра от зерга можно было бы перелететь там экстренно бараком так узкана куда-то пропала web к может быть у него стрим отрубился собачки бегают вот скан вернулся вернулся академия пошла второй барак академия все предельно понятно и стандартно играет скан том стиле в котором сейчас большинство тернов открываются обычно поехал рабочие у скана на 11 часов и туда кстати направляется дрон смотрите походу он помешает поставить хетчери на 11 еще один дрон какой-то стоит на всякий случай или просто забыл про него джеб нью да пока непонятно здесь уже здесь уже морпехи готовы выходить в атаку фаербат и медик есть забегают правда линги не не забегают хотели хотели забежать просветил скан увидел то что его противник поставил две санки до этого дрона просто-напросто забыл джеб нью да каким-то образом нам он его туда отправил а вот сейчас вспомнил сейчас кстати вспомнил это явно была ошибка завтык 6 муталисков сразу же заказал зерк фаербата отправляет скан для того чтобы он похарасил как раз таки третью базу ну это все видел зерк своим оверлордом и за этим фаербатом сразу же выдвинулись зерлинги но расконтролил отлично этого фаербата наш зерк здесь будет три барака апгрейды делаются туреточки также строится четко по таймингу вот они успеют толком ничего нахарасить 0 но много кстати туреток ставит четыре штуки сразу же на натурале там удобно зергу контролить наверное поэтому скан решил заранее поставить побольше туре так минус 2 морпеха практически на ровном месте потерял только хп половины муталисков и здесь всего-навсего одна туретка здесь пожадничал скан на туретке пошел в атаку не получается за лечить туретку не 8 муталов продолжают здесь жить суету наводить на базе у терана хороший мута харас показывает нам джабниуда ну скан как-то немножко потерялся здесь непонятно что он собирался делать своими морпехами пошел в атаку потом вернулся потеряв при этом все туретки и несколько ссв тем не менее вся пехота практически целая вот сейчас только ее немножко подпортили подпортили немножко лицо пехоте уже пошел квинзнест и кедра лесгден для лёркеров ну скан достаточно много пехотинцев я думаю что он с апгрейдом на атаку уже будет как-то поактивнее себя проявлять ну опять всего нам всего две туретки всего две туретки но он решает не драться с этими туретками еще от джабниуда решает просто-напросто подхарасить терана и возвращается назад можно сказать всего две санки всего две санки но пехоты не так много как кажется муты достаточно в принципе с двумя санками наверно при поддержке муталисков джабниуда справится с этой группировкой пехоты пока на муте он держит держит терана светит видит скан добавление третьей туретки и будет делать танки будет делать танки пуш с тремя танками одним веслом будет исполнять скан апгрейд на атаку уже готов муталисков я думаю тоже скоро доделается апгрейд да уже вот как раз таки доделался прямо сейчас кстати вот с таким качеством видео на вебке джабниуда он очень похож на молодого флэша обратите внимание так мне кажется что люркер немножко криво заваривается но отлично отлично здесь контролит зерк певает уже пол пачки мариносов здесь не потеряв ни одного ни одного мутала здесь не подняться здесь не подняться не нормально нормально ничего не криво видите пехота не может пройти четко он люркеров замутил замутировал санис посылите уже хайв готов петли дефайлер к приходу танков с приходу танков с веслом вот в чем вопрос главный если успеет то у зерга все будет просто замечательно и так в принципе у зерга все в порядке сейчас уже нидус даже пошел большой соплай блок у зерга кстати говоря смотрите сейчас он муты далеко улетел и у него нету ничего на натурале ничего на натурале нету у джаб ньюта сейчас но в плане люркеров нету может быть можно было там скану пробить всех люркеров он сделал на 3 базе и файлера пока мы не наблюдаем внутри санки на 3 санки можно напасть по моему нет или там под овером люркер мне кажется что нет там люркера подой здесь мута пролетает прямо на халяву сейчас еще один танк заберет ну ё-моё мускан ну ты что опа а здесь в этот момент смотрите чё произошло то у нас в этот момент какая-то гэгэшка пришла зергу пока зерк убивал танки аж даже с вот залагал немного давайте сейчас чуть-чуть подождем пока прогрузится извиняюсь еще раз за такое за такие неудобства мобильный интернет это конечно не самая не самая лучшая штука в мире но мне кажется что здесь уже здесь уже все предрешено в этой игре теряет джаб ньюта натурал теряет впоследствии и мэйн и пишет гг сдается побеждает скан и отправляется в матч виниров тем самым следующий матч у нас будет а пвз дир против хюго